Если ты ваше поверишь, если ты хочешь, чтобы эта мечта была реализована, ты должен все сделать для того, чтобы ее реализовать. Она поверила и создала. Первый эфир состоялся в 2010 году и стал глотком свежего воздуха федеральной телеиндустрии. С экрана эксперты обсуждали политику и острые вопросы. Но четыре года назад канал отключили все спутниковые и кабельные операторы. Удержаться на плаву помогла помощь зрителей и переход на совершенно новую бизнес-модель. Мы должны делать такой продукт, который захочет человек купить. Он должен захотеть купить подписку. Это все по-другому. Это очень сложно. Но мы перестроились и мы смогли поменять всю команду теми же людьми и как бы начать работать в новой бизнес-модели. Наталья Синдеева – живое доказательство того, что свободное телевидение существует и пользуется спросом. Сейчас у телеканала 70 тысяч подписчиков. Причем люди идут не просто за новостями, а конкретным журналистам, которым доверяют. Личный бренд корреспондента является драйвером и региональной журналистики, считает Синдеева. Когда говорящий глава. Ну вот говорящий глава, который зачитывает новости. И тогда это все проходит мимо. Ну и что? Поэтому я бы пыталась вот прям растить своих собственных звезд. Те истории, которые она рассказала, показывают то, что невозможного нет. И вот для себя я подчеркнул, что даже находясь в регионе, всегда можно найти какие-то интересные истории, которые сделают даже твою региональную повестку выдающейся. Вывести региональное СМИ на лидирующие строчки и сделать его конкурентоспособным в федеральном медиапространстве можно, убеждает Синдеева. Но для этого нужно постоянно экспериментировать, пробовать новые форматы, развивать соцсети, привлекать аудиторию, вести с ней диалог и создавать уникальную повестку. Иначе зритель просто переключит кнопку. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости.